здравствуйте друзья это канал веселый инженер меня зовут андрей сегодняшнем выпуске мы рассмотрим вот такую замечательную карту инструментальные наладки станка щипа у а именно обратим внимание что это не просто карта наладки а карта наладки которую можно применить к так называемой сверлильно-фрезерной головки которая перемещается на станке и выполняет сразу много операций сейчас мы посмотрим небольшое видео и вам станет в принципе понятно о чем речь а потом мы приступим непосредственно к самой наладки не переключайтесь поехали итак вот мы перенеслись уже непосредственно производства как вы видите здесь происходит перехват контур шпинделем детали из основного шпинделя так перехват произведен контур шпиндель отходит назад и в основной шпиндель с помощью автоматического загрузчика вставляется деталь это все тонкости мы эту схему работы станка рассмотрим дальнейшем вот нас интересуют это вот вверху видите ездит сверлильная фрезерная головка здесь обычно револьверная головка которая выполняет классические операции то там точение возможно здесь можно установить тоже приводной инструмент в этом нет необходимости и так вот эмульсия все заливать ничего не видно но вот сверлильная головка работает видите она переходит в положение горизонтально происходит смена инструмента достаточно быстрая смена инструмента и она продолжает свои операции делать на данные детали то есть она сверлит может фрезеровать и различный перечень операции еще выполнять более подробно в одном из следующих видео поэтому подписывайтесь а сейчас переходим к наладку и так вот у нас такая вот наладка как вы видите здесь есть различные инструменты не только осевой инструмент но также есть фреза потому что выполняется фрезерная операция и вот будем предполагать что вот это вот это и есть наша сверлильная фрезерная головка которая позволяет производить выполнение операции не только осевым инструментом но и другим зависимости от требований вашей детали но давайте начнем по порядку и не будем сильно затягивать итак поехали что у нас здесь установлена фреза оправка все понятно такая фреза для чего она применяется тут не совсем ясно потому что нету детали вот такая вот нам досталась наладка не очень информативно в этом плане да то есть мы не видим детали мы не видим конкретных размеров но мы видим что есть фреза предположим что это наверное фреза скорее всего торцевая да какую-то прессу проводит плоскость ну скорее всего здесь происходит фрезерование плоскости от дальнейшее сверление и обработку отверстия получение какого-то качественного отверстия возможно даже ни одного ну опять же говорю что это натка не сильно информационная но нам уже будет здесь немножко более понятно так хорошо фреза после фрезерования наша сверлильно-фрезерная головка с осевым инструментом она перехватывает инструмент и здесь у нас в работу вступает что фреза вот наша фреза ну я предположу так что вот такая фреза используется скорее всего вместо цыковки то есть делается у вас есть какая-то плоскость да вот эта фреза подходит она углубляется на какую-то глубину и делает так сказать обозначает до поверхность для дальнейшего сверления ну конечно не только для дальнейшего сверления скорее всего здесь какие-то заворачиваются сюда болты и здесь для чего-то нужно технологически и конструктивно такое именно углубление есть помимо этого цыковки применяются дальнейшем тоже видео будет чем они между собой отличаются в общем будет много интересного кто тоже в следующем наверно году может еще и в этом посмотрим хорошо сделали фрезой такое углубление в детали дальше второй инструмент который мы рассмотрим у нас идет так называемая зенковка зенковка видите здесь вот этот конусная поверхность да многие путают зенкер зенковка циковка все это в кучу сваливают и здесь плохо что не обозначена порядковые номера да под какими номерами идет смена инструмента вы же понимаете что вот а в этой вот сверлильной фрезерной головки но возможно займу давайте инструментальная головка да чтоб это было более так универсально инструментальная вот эта головка происходит быстрая смена инструментов то есть инструмент находится в магазине уже на то отлажены да и настроены с этими вот оправками в сборе с этими конусными оправками быстросменными и так как мы видим здесь вот такой имеется это видно для захвата специально так укрепления чтобы может происходить за перехват и установка нашу головку инструмента то есть зависимость от конструкции станка может меняться так сказать конструкции этих оправок и самих этих инструментальных головок и так что же делает вот это вот зенковка на зенковках но здесь у здесь правильно написано хотя очень часто путают зенковка да она обычно делает вас то есть если у вас есть какое-то отверстие вот она заходит углубляется вот сюда и соответственно в свою какую-то не конус и здесь идет она делает такую вас хорошим ну предположим что здесь на этой операции которая у нас есть извините фрезой фрезой сделано углубление так и уже сюда наша зенковка давайте другим цветом синковочка наша опускается вот тогда и делать какую-то фаску но это мои предположения потому что все таки бывает что делают уже после сверления чернового отверстия да то есть возможно инструмент она была поменять местами ну здесь в принципе виднее так тут 18 это 32 ну но вряд ли конечно найдет после сразу фрезы ну все возможно это виднее специалисту который разрабатывал ты чертеж поедем следующим инструменту естественно это сверло центровочная данным надо зацентроваться чтобы наше сверло которое будет идти вслед за этим инструментом беспрепятственно могло войти так сказать в тело в саму металла и совершить процесс сверли сверло центровочная конечно здесь как обычная сверло на прорисована так что так можно к чему придраться тут ничего углы какие-то указаны так здесь есть здесь есть оправочка все указаны размеры все хорошо видите от привязки идут определенно для чего эти привязки нужны для того чтобы вы могли в программе корректировать определенные размеры то есть у вас инструмент должен установлен быть от каких-то привязок и вы должны знать где вот эти вот размеры чтобы не было врезание инструмента в деталь чтобы определенный момент действовали определенные режимы резания если вы используете комбинированный инструмент соответственно эти привязки все задаются в программах и станок уже видят где в какой точке находится тот или иной инструмент в заданный промежуток времени хорошо за центровали тут все просто наверное думаю пояснять никому не на такой проход происходит процесс центровки до отверстий за центр за центрирование за центрирование за центровали ладно хорошо у нас дальше дальше у нас естественно идет сверло сверло тоже у нас имеет определенную видите привязку ухты вязку имеет определенную сверло под 120 градусов скорее всего свериться какой-то металл ну я не понимаю почему в такой в этой наладке не указана сама деталь то есть мы не знаем хотя бы можно было раз здесь так сказать обрабатывается и так понял одно отверстие возможно несколько отверстий можно было указать к примеру такую сделать выноску указать вот так вот раз допустим вот это уже с вас когда какое-то там готовое отверстие его размеры там глубину диаметр и так далее то есть это можно было это было бы удобно с одной стороны не указывать вот эту вот лабуду которая смотрите вот это вода казал молодец специалист он указал нам как выглядит оправка какие тут диаметры захвата да тут здесь какие-то вот эти вот вытачки дед даже какой вот здесь видите какой разберут этого вот для перехвата видно вот это вот а как это назвать дополнительный элемент оправки он и вот детально прорисовал чтобы нам всем было понятно в принципе для чего это если и так понятно что это специализированный станок и он заточен именно на такие оправки и он с ними только предпочтительно работает ну то есть зависит того какой магазин конечно инструмента у вас используется на оборудовании эта информация лишняя поэтому все лишнее всегда убираете она не нужно она только заводит заблуждение и заставляет лишний раз задуматься о том о чем задуматься в принципе вам уже и не стоит так ладно не будем не будем ругаться да мы не ругаемся так дальше хорошо 13 5 хорошо просверлили дальше идет 1479 идет зенкер зенкер естественно после сверла он нам нужен для чего правильно он нам нужен для улучшения и так сказать выравнивание отверстия потому что так или иначе сверло достаточно грубо делает отверстие хотя сейчас уже новая сегодня инструмент который хорошо заточен с хорошим покрытием жестких станках делает достаточно точное отверстие но все-таки нам нужно повышать качественно повышать нужно шероховатое с поверхности поэтому мы используем зенкер как вот видите зенкер я думаю никому особо рассказывать не надо кому-то кому-то нужно напишите могу отдельно пояснить что такое вот здесь вот мне непонятно вы обязательно напишите в комментариях если вам более понятно что здесь прочерчено да я не могу понять начинаем и 13 половиной до 13 половины потом мы приходим 1479 хорошо это миллиметр пять десяток на сторону там 5 5-6 десяток на сторону практически до с половиной берем хорошо допускают мы проходим зенкером и это хорошо ли чего 2 зенкер я что-то не могу понять посмотрите табу зенкер на 15 мы проходим мне лично непонятно может быть вы мне подскажите в комментариях может я упускаю какой-то момент но я считаю так что если вы делаете сверление дату по классике жанра делается сверление потом проходит зенкер зенкеров они так называемое делается и потом если вам необходимо улучшить качество шероховатости вашей ваших отверстий то далее как и здесь принципе видно на данной инструментальной наладки идет развертка развертка идет 15 025 вот видите как когда вы идете по алгоритму да то есть постепенно идете по каждому инструменту проходитесь как легко заметить ошибку да вот смотрите вы наверно уже все заметили то ошибку 15 12 15 целых двенадцать сотых и какой потом или развертку ставите 15 целых две сотых развертка даже не дотронется до вашего отверстия потому что она уже на одну десятую миллиметра больше по диаметру вот видите в принципе наладка сделано неплохо ну чтобы я здесь порекомендовал до данному специалисту скорее всего то студент разрабатывал это первое вот это вот убрать ну я не знаю может быть это сейчас какие-то новым стандартам нужно да я думаю что это не нужно если вот это надо информация да то есть информация об оправке которые используются в нашей инструментальной голове до которая приводная либо как ставить инструмент более детальные какие-то параметры но это скорее всего надо выносить на отдельный чертеж и вот есть вид заправка есть номер я думаю там на чертеже все это обозначено и прекрасно это все видно и прорисованный для чего это городить сюда в наладку я считаю это абсолютно не нужно что еще вот это лучше убрать а сюда добавить эскиз вашей детали да то есть ваша деталь какую у вас здесь идет отверстие до какой он имеет глубину какой имеет диаметр какой имеет шероховатость и так далее вот эти все параметры указать и тогда будет в принципе понятно также пронумеровать операции операция 005 там 010 015 и так далее чтобы было понятно какой очередности происходит то или иная обработка потому что в принципе с большего сделано неплохо ну я бы пожелал этому специалисту немножко пересмотреть подход к выполнению инструментальной наладки если остались вопросы друзья обязательно пишите в комментариях если что-то ошибся поправляйте меня ничего страшного нету я всегда готов к здравой критике смотрите моих видео следующее пока пока